Вчера, 3 августа, состоялось внеочередное заседание Комиссии района по обеспечению безопасности дорожного движения. Поводом для назначения послужило дорожно-транспортное происшествие, случившееся на региональной автодороге вблизи Дмитриевского сельского поселения, где был сбит 16-летний житель хутора-политодел. В результате аварии от полученных травм молодой человек скончался на месте. Меры по снижению аварийности стали ключевым вопросом, рассмотренным на заседании. Открывая совещание, глава района подчеркнул, что проблема безопасности дорожного движения является на сегодняшний день одной из самых важных и актуальных. У нас в полиспублике сейчас летний период резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий, и смертельным исходом, к сожалению, погибают дети. Сегодня мы должны сделать все для того, чтобы эта история не повторилась. По максимуму минимизировать количество дорожных транспортных происшествий, особенно с участием детей. С анализом аварийной обстановки по муниципальному району выступил исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рустем Гиш. С начала года 2013-го на территории Кашхабльского района произошло 12 ТТП. Из них погибло 2 человек, 12 человек получило средства. За аналогичный период прошлого года в Кашхабльском районе произошло 15 ТТП, погибло 4 человека, 19 пострадали. По цифрам мы снизили время с Кашхабльского района, однако есть случаи, где ребенок погиб. Далее о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в образовательных организациях, доложила начальник управления образования Асяд Берзегова. Мы все знаем, что все несовершеннолетние дети сейчас находятся на каникулах. Перед каникулами в каждой школе, в каждой классной группе классными руководителями были проведены инструктажи о правилах безопасности дорожного движения классными руководителями. С родителями также были проведены инструктажи об обязательном вношении в летнее время, в дневное, в вечернее, хотя бы светоотражающих элементов. Эти инструктажи под роспись, где ознакомлены все родители, дети, имеются в каждой школе, копии были предоставлены вчера в управлении образования руководителями. Проводится систематическая работа целый месяц, июнь. На базе школ были открыты лагеря. В лагерях ежедневно с сотрудниками ГИБДД проходили и учебные занятия, и профилактические, и лекции на тему безопасности дорожного движения. Сейчас идет подготовка школ к новому учебному году, и в школах обновляются уголки безопасности дорожного движения. Составлен список подвозимых, которых будут подвозить на школьных автобусах 850 детей. Маршрут определен, согласован со всеми органами. Все 14 автобусов соответствуют требованиям. По республике летние месяцы стали самыми аварийными за текущий период 2023 года. Данное обстоятельство обуславливается летними каникулами, во время которых у детей имеется намного больше свободного времени, которое они проводят на улице. Взрослые должны принимать меры для предупреждения детского дорожного травматизма. Дети – это наше будущее, поэтому формировать культуру дорожного движения необходимо с первых лет жизни, подчеркнули докладчики. Я сегодня поддерживаю высказывание управления образованием. Я думаю, что и наши священные служители тоже поддержат. Где, как можно, каким образом можно сегодня с молодежью встречаться. Начинать нужно с 8 класса. Места скопления молодежи – это школьное образование. Надо разговаривать с родителями, надо, чтобы они умели контролировать своих детей, иначе другого выхода не будет. По-прежнему особая озабоченность у членов комиссии вызывает так называемая пьяная аварийность. Глава района предложил усилить профилактическую работу с населением о недопущении подобных правонарушений. В ходе заседания были рассмотрены и другие немаловажные вопросы. Подводя итоги внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Заур Хамирзов еще раз подчеркнул важность обсуждаемых вопросов, рекомендовал ответственным лицам усилить работу, направленную на профилактику дорожных происшествий.